МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, друзья. ВИЧ-СПИД одна из серьезных угроз человечеству, однако отношение к ней постоянно меняется. Эксперты предлагают вместо штампа СПИД чума 21 века говорить о вирусе, как о проблеме, которая касается даже тех, кого не касается. Кстати, в конце сентября в Гомеле и Жлобине прошла презентация одноименного проекта. Об этом и многом другом предлагаем поговорить в ближайший эфирный час. Начнем с представления гостей в студии. Сегодня с нами заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Суетнов. Добрый вечер, Олег Николаевич. Председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь Сергей Кручинин. Сергей, рады видеть. Координатор ЮНЕЙД в Беларуси Вера Ильинкова. Вера, здравствуйте, рады видеть. Добрый вечер. Координатор программ ЮНИСЕФ в Беларуси Виктория Лазюк. Виктория, здравствуйте. Рады видеть. Добрый вечер. Итак, друзья, в начале программы, думаю, будет правильно, только показательная статистика в тему разговора. Проблема ВИЧ-СПИД по-прежнему актуальна и для Беларуси, не так ли? Да, конечно. И мы можем оперировать статистикой, например, говорить о цифрах. По последним данным в Беларуси официально зарегистрировано более 21 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. И из этой 21 тысячи около 17 тысяч людей живут сейчас с ВИЧ в Республике Беларусь. Однако это официальные цифры. Потому что существует еще подход, такой как оценочное число людей, живущих с ВИЧ. Он рассчитывается определенным образом, и ЮНЕЙД сдаёт такие оценки. И на сегодня в Беларуси по оценочным данным живёт 35 тысяч людей, живущих с ВИЧ. То есть это примерно во сколько раз больше официальной статистики? Ну, 35 и 21 тысяча, да? Чуть больше 21 тысячи. Значительно больше. То есть вот эта разница получается, то есть все эти люди, которые попали в разницу, они не знают о том, что они инфицированы, хотя уже живут с ВИЧ. И это конкретная целевая аудитория, с которой предстоит работать. Не так ли, Сергей? Я бы тут добавил, что не просто не знают. Некоторые догадываются, так? И это самое главное. Они просто боятся сдать тест на ВИЧ. А боятся по одной простой причине. Потому что то, с чего вы начинали, чума от 21 века, эти штампы, стереотипы, предрассудки, которые укоренились с начала возникновения эпидемии, они дают свои плоды. И поэтому мы попытаемся изменить эту ситуацию, чтобы, ну, как минимум, часть страха ушло, и люди перестали относиться к ВИЧ-инфекции как к чуме, так, что это просто заболевание хроническое, которое требует определенного лечения и отношения к этому. Однако факт остается фактом. Большинство выявленных ВИЧ-инфицированных – это как раз-таки жители Гомельской области. Олег Николаевич, согласны? Ну, согласен по-прежнему, пока что Гомельская область – это действительно большинство. Но если посмотреть 20 лет назад, то было это 95% удельный вес Гомельской области. Сегодня это 40%. Как узнать реальную ситуацию в регионе? Насколько нужно умножать цифру? Ну, я соглашусь вот с верой, то, что здесь нужно умножать. Но в нашем регионе я бы умножил на три. Не на полтора, а на три. Да, реальная картина. То есть для Гомельской области проблема раннего выявления ВИЧ-инфицированных еще более актуальна? Еще более актуальна. И поэтому должны уйти все эти страхи, все эти подходы, которые, соответственно, пытаются человека напугать. Потому что человек, когда боится, он не идет делать тест на ВИЧ. Потому что он знает, что в данном случае его никто не поддержит. А когда изменится обстановка в обществе, а это может измениться с помощью ваших передач, с помощью нашей компании, с помощью целенаправленной работы, которую проводит Министерство здравоохранения. Вот это может тогда изменить. И, в принципе, мы можем сделать так, чтобы это число было не на три, а было близко к реальному. Говоря о ВИЧ-спит, у всех на слуху Светлогорский район Гомельской области. Этот регион по-прежнему лидер в таком не очень хорошем рейтинге? Я бы, вы знаете, что не употреблял вот эти выражения. Лидер, нехороший рейтинг. Да, действительно, Светлогорск по-прежнему остается у нас сегодня проблемным городом. Факт остается фактом. Факт остается фактом. И сегодня 3% населения Слогорского района имеет ВИЧ-положительный статус. Это официальная статистика. Олег Николаевич, все же, какова основная проблема? С чего все начиналось? Самый молодой регион Республики Беларусь. Как все начиналось? Какие проблемы повлияли на то, что сегодня снова на слуху, по-прежнему на слуху именно Светлогорский район Гомельской области? Вы знаете, так исторически сложилось. Если посмотреть 20 лет назад, вспомнить 96-й год, когда эта проблема обострилась. Она обострилась среди потребителей инновационных наркотиков. Когда изменилась технология потребления и когда стали готовить большие объемы наркотической жидкости на юге России, Украины. И поставлялась именно на рынок Светлогорский. А здесь почему на рынок Светлогорский? Здесь идет дорога, южная дорога, которая пересекает Светлогорск. Ну и на тот момент количество наркоманов, которое там было, оно и проявилось именно благодаря употреблению этих зараженных наркотиков. И мы видим реальную картину, которая обострилась в тот момент. Сегодня мы уже имеем и видим последствия того вброса вируса, который сделали наркоманы. Сегодня вирус уже не поражает наркоманов. Наркоманы у нас не имеют уже такой актуальности. Сегодня инфицированные, ВИЧ-положительные люди. Это уже более состоятельные люди. Это более благополучные семьи, понимаете? И проблема сегодня уже касается всех. Не только вот этих уязвимых групп. Кто больше всего находится в группе риска? Это уже взрослые, состоявшиеся люди. Ну вы знаете, наверное, все-таки лозунг нашей компании, касается даже тех, кого не касается, актуален. И он касается до сих пор всех. Почему? Конечно, основной резервуар – это потребители инъекционных наркотиков. Что бы ни говорили. Вопрос выяснения, каким способом ты получил ВИЧ-инфекцию, достаточно сложный. И, естественно, в силу того, когда отношение к потребителям инъекционных наркотиков такое, что сразу либо за решетку, либо куда, тут никто не будет говорить, что я потребитель инъекционных наркотиков. Скажет половым путем. Другое дело, что, конечно же, переход от потребителей инъекционных наркотиков очень часто может переходить и половым путем. Так, поэтому действительно встречаются люди из совершенно разных слоев общества. Ну и, как говорил Олег Николаевич, все чаще в статистике фигурируют зачастую успешные, солидные люди. Чем вот это стоит связывать? В этой ситуации, как бы то, что мы уже сказали, что из каких-то концентрированных групп риска эпидемия стала распространяться уже на более, скажем так, благополучные слои населения. И те люди, которые даже имея какой-то уже определенный опыт жизненный и которые продолжают, скажем так, вступать, быть успешными в бизнесе, которые реализуют себя и создавая семьи. Они, как бы не подозревая, что они могут быть ВИЧ-инфицированы, они вместе с тем инфицируют своего партнера. То есть, другими словами, в 35-40 лет человек не думает о проблеме ВИЧ-спид. Кажется, что, ну, конечно, это проблема в первую очередь молодежи, это заблуждение. Мне кажется, да, но и самое главное, что и молодежь в том числе, это сама по себе, это группа риска, вся молодежь. Потому что это возраст экспериментации, это возраст опробирования каких-то новых для себя взаимоотношений, путей общения со сверстниками, с партнерами. И, конечно, мы все недооцениваем факторы риска, с которыми мы встречаемся. Да, и в 15 лет, и в 35 лет вы должны четко понимать, что вы можете быть инфицированы, и вы должны пройти и обследоваться, сделать это снаричь. Действительно, прекрасный слоган, касается даже тех, кого не касается, Вера. И все-таки, если говорить о стратегии лечения, главная задача, как можно раньше начать то самое лечение, не так ли? Совершенно правильно. И сейчас, например, в прошлом году, в 2015, Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции, которые говорят о том, что начинать лечение ВИЧ-инфекции нужно буквально сразу же после того, как установлен диагноз ВИЧ-инфекции. Если раньше мы ждали определенного изменения в состоянии иммунитета у человека, то сейчас совершенно четко мы начинаем лечение, как только мы знаем статус человека. И поэтому особенно важным является знание вот этого ВИЧ-статуса, особенно важным является пройти тестирование на ВИЧ. Как можно раньше. И еще важное дополнение. При выполнении всех необходимых пунктов человек может жить достаточно долго практически, как его здоровый человек. Именно поэтому мы говорим сейчас, что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, которое требует длительного лечения. Точно так же, как сахарный диабет, когда человек каждый день принимает лекарства, как артериальная гипертензия, когда человек каждый день принимает лекарства. Точно так же сейчас ВИЧ-инфекция. Человек каждый день принимает лекарства и чувствует себя здоровым. Но просто, понимаете, возникает одна ситуация. Человек сдал тест. И если в обществе по-прежнему существует вот этот вот давлеющий страх, эти стереотипы, он может не пойти за лечением. Потому что сразу представляет. Огласки. Не знаю, что это может быть анонимно. Хотя, в принципе, у нас существует закон, по которому нельзя делать. Но и волят за другое. Существуют отношения соседей. Особенно, если это небольшой населенный пункт, где каждый по каким-то причинам связан друг с другом. Одним из слоганов этой компании является 90-90-90. То есть 90% людей должны знать свой статус. 90% из знающих свой статус и ВИЧ-положительных получают лечение. И, соответственно, 90% имеют неопределяемую вирусную нагрузку и не могут передать вирус и инфицировать другого человека. Однако, в сети интернет периодически оживают так называемые ВИЧ-отрицатели, которые говорят о том, что в принципе вируса иммунодефицита человека не существует. Уважаемые гости, как бы прокомментировали такие довольно странные заявления. Это очень серьезная проблема. Если, например, вот вы не найдете нигде, ни на состраниц газет наших белорусских, ни на экранах, соответственно, электронных средств массовой информации. То есть официальной информации нет? Но существуют определенные вещи, так называемые интернет-форумы, где они, что называется, рулят. Как возникает ситуация? Человек получил, ну, узнал, получил свой ВИЧ-статус. Так? Он несколько раз сделал этот анализ, все равно положительный. Он пошел, полез в интернет, смотрит, открывает, там есть, забивает. ВИЧ-спит, этого нету. Это фантазия. А как хочется это услышать, правда? Да, естественно. Надежда. Первая фаза любого тяжелого заболевания – это отрицание. У меня этого нет. Так? И вот тут, пожалуйста, возникает ситуация такая, соответственно. Но, к сожалению, маленький нюанс. Очень часто эти ВИЧ-диссиденты потом оказываются на больничной койке и там уже вынуждены понимать, что кроме антиретровирусной терапии им ничего не поможет. А ситуация-то запущена. Вынуждены поверить в существование этого вируса. Вынуждены поверить, но огромное количество ВИЧ-диссидентов уже с нами нет. Но, к сожалению, любой мир очень живуч и, в принципе, на их место становится новый. Вера, как бы вы охарактеризовали ситуацию, это что-то вроде вредительства или же все-таки возможность некоторых ухватиться за ту самую невидимую соломку? Я бы сказала второй вариант, скорее. Потому что это, наверняка, это не сознательное какое-то движение для того, чтобы навредить. Это скорее вот эта вот волна, куда попадают люди на стадии отрицания диагноза, которые... Это с одной стороны. С другой стороны, ведь очень сильно движение, в принципе, глобальное против фармкомпаний. Когда говорят, что ведь есть... Это не только касается ВИЧ. Говорили и о свином гриппе, например, что его нет и что лекарства это для того, чтобы получить прибыль фармкомпаний. Так говорят о прививках, например, о том, что вакцинироваться тоже нет смысла, потому что это только прибыль фармкомпаний. Здесь, наверное, две стороны. С одной стороны, это желание, вот эта надежда, что все-таки может быть и нет. С другой стороны, это вот это, наверное, движение... Кстати, это не только касается ВИЧ-диссидентов. Очень многое в отношении онкологии. Целые там группы, которые лечатся, ну, всякими такими средствами, соответственно. Но потом... До поры до времени. До поры до времени. Люди часто доверяют простым, понятным словам, сказанное доступным языком, из того источника, из того колонной информации, которому не доверяют. Но, к сожалению, не всегда здесь специалист, самый правильный и умный, бывает авторитетом. Может убедить. Олег Николаевич, более детально предлагаю поговорить и о диагностике ВИЧ-инфекции. Где сегодня в Гомеле области можно пройти тест на ВИЧ? Тест на ВИЧ сегодня в Гомельской области можно пройти в любом лечебном учреждении, в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет, где возможно сдать кровь. Там подготовленные специалисты проведут дотестовое консультирование, возьмут кровь и... Анонимно? Анонимно, что тоже важно. Анонимно, в том числе и анонимно, все это бесплатно. Как много времени занимает эта процедура? И вот действительно ли анонимность гарантируется? Анонимность гарантируется. Если это сдается анонимно, даже если это сдается под фамилией, все равно анонимность гарантируется. Но она не занимает много времени. В течение суток, в принципе, пациент может получить результат. Сейчас на базе Центра дружеского подростка тоже можно пройти тестирование на ВИЧ. И это для подростков бесплатно, анонимно, конфиденциально. И самое главное, что обследование на ВИЧ на базе Центра дружеского подростка проводится с помощью экспресс-тестов. И материалом в этой ситуации является не кровь, а слюна. То есть это не просто подростки и молодые люди. Молодые люди 24 лет могут прийти и совершенно бесплатно получить там экспресс-тест. Кстати говоря, про экспресс-тест, который совсем недавно начал приходить в Беларусь. Будем надеяться, что более массированно со временем этот вид тестирования придет в нашу страну. Расскажите, экспресс-тест на ВИЧ. Что он из себя представляет, сколько времени занимает сдача тестирования? Мы представляем в рамках компании как раз экспресс-тест по слюне. Существуют экспресс-тесты по крови, когда кровь берется просто из пальца, не из вены. И, кстати, то, что пока сейчас у нас в Беларуси можно сдать кровь только из вены, в большинстве подавляющих случаев, это тоже может быть одним из барьеров для людей, чтобы пройти тест. Кто-то боится банально просто сдавать кровь, уколов и так далее. Мы говорим о экспресс-тестах. Что такое экспресс-тест? Само значение, это значит, что результат можно получить очень быстро, в течение 20 минут. По слюне это значит, что не нужно никакого забора крови. Используется слюна просто в ротовой полости, которая через 20 минут можно... По виду он напоминает, мы не взяли с собой, к сожалению. Ну, в принципе, Александр знает, потому что на ток-шоу он как раз делал себя. Похоже на тест на беременность, по сути, да? То есть одна полоска отрицательный результат, две полоски положительный результат. Самая главная процедура занимает всего 20 минут. 20 минут, да. И все же еще один важный вопрос, как мотивировать людей сдавать тест на ВИЧ? Если человек заботится о своем здоровье, вот его мотивация. То есть нужно воспитывать культуру здорового человека. Ну, есть еще один момент. Олег Николаевич тоже говорил о том, что вот обострилась у нас ситуация в стране 20 лет назад. И тем не менее 20 лет мы говорим о ВИЧ-инфекции, мы мотивируем. И все равно имеем определенный процент людей, которые так и не прошли тест на ВИЧ и не знают о своем статусе. То есть я так думаю, мы считаем вот в рамках нашей кампании, что нужно что-то дополнительно еще, чтобы человек преодолел вот эти свои страхи и барьеры, даже думая о собственном здоровье. Вот что дополнительно могут предложить в том числе и в центрах дружественных подросткам? Ну, в центрах дружественных подростков сегодня мы говорим о том, что это бесплатно, доступно, быстро, это не больно, и вы через 20 минут. И это как бы должно быть одним, мы считаем на сегодняшний день, привлекательным для подростков моментом, почему надо идти сдавать тест на ВИЧ. Но также большим мотивационным фактором является желание родить здорового ребенка. И когда вы заботитесь о здоровье своего ребенка, о своем будущем, а вы сегодня понимаете, что принимаете ретровирусную терапию, даже если вы ВИЧ положительный, вы гарантируете здоровье своему ребенку, то в этой ситуации это тоже очень хороший мотивационный момент для того, чтобы прежде чем планировать рождение ребенка, вам надо пойти и обследоваться, причем не только женщине, но и мужчине в том числе, пойти обоим супругам или партнерам сдать тест на ВИЧ. Но есть еще один фактор, который является очень большим мотивационным роликом. У нас всегда есть кумиры, это вопрос не только подростков, не только молодежи, но в любой возрастной группе, в любой социальном слое. И один из подходов непосредственно компании касается даже тех, кого не касается, это использование известных людей. Мы их называем лица компаний. Это посол доброй воли ЮНЕЙС в Республике Беларусь, Светлана Боровская, которая раз в неделю входит утром в каждый дом, и которую знают практически все люди нашей страны. То есть степень доверия увеличивается. Да, это, естественно, посол доброй воли ЮНЕЙС, лидер группы Джей Морс, которая знает тоже широкие слои населения. Это вот Владимир Пугач, это Денис Дудинский, Екатерина Раецкая, это вы, Саша. Спасибо, это вы мне напоминаете, чтобы я не расслаблялся. В Гомельской области непосредственно представляет нашу компанию. А в регионе, в Восточной Европе и Центральной Азии, послом доброй воли ЮНЕЙС стала Вера Брежнева, которая, в общем-то, и начала всю эту компанию, касается даже тех, кого не касается. Кстати говоря, у нас есть короткий видеоролик в тему разговора. Внимание на экран. Это все в прошлом. Меня это не касается. Это не моя проблема. Об этом никто не узнает. Игнорируя эпидемию ВИЧ-инфекции, мы рискуем сами и подвергаем риску партнера. Остановить вирус можно, если вовремя сдать тест на ВИЧ и начать лечение. Победим СПИД вместе. Касается даже тех, кого не касается. Презентация данного проекта и еще ряд важных мероприятий прошли в Гомеле и Жлобине 29 и 30 сентября. Уважаемые гости, поделитесь впечатлениями. Впечатления масса. Во-первых, это, конечно же, пресс-конференция, которая прошла в Гомеле с достаточно большим количеством корреспондентов, на которой было действительно очень живое обсуждение. Пресса задавала много вопросов. И, наконец, даже погода нам не помешала. Пошел дождь. И мы просто нашли выход и ушли под стены Ледового дворца. Конечно, Олег Николаевич позаботился о том, что было заранее все подготовлено. И там было, благодаря, опять-таки, Александру Гавейко, который, как лицо компании в Гомельской области, сделал все, чтобы это прошло на высоком уровне. Ну и тех лиц компании, которые мы привезли. То есть командная работа принесла свои результаты. Было еще два мероприятия, которые являются у нас ключевыми в нашей компании. Это, во-первых, видеокейсы на тему фильмов, снятых на тему ВИЧ-спида. И мастер-класс для специалистов, которые будут проводить вот такие видеокейсы. Вот Олег Николаевич как раз принял участие в мастер-классе, и может теперь сам проводить. Да, и, конечно, как бы Центр дружественных подростков, в котором непосредственно состоялось общение между подростками, ответы на вопросы со звездными лицами компаниями, с руководителями и Министерства здравоохранения, и представителями Управления по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета. И, что символично, то есть были переданы экспресс-тесты. И непосредственно те, кто захотел из молодых людей, они тут же на месте смогли пройти экспресс-тест. И в рамках всей кампании экспресс-тесты также проводились на акции, которая проходила на площади возле... И в Комине, и в Жлобине. Да, и в Жлобине то же самое. У нас, кстати, еще прошло открытие фотовыставки, называется она в Жлобине, да, «Мост в будущее». Это как раз, вот мы говорим на пресс-конференции о том, что важно сдать тест на ВИЧ, это может изменить вашу жизнь в лучшую сторону в любом случае. И вот эта фотовыставка, это как раз реальная история человека, который являлся потребителем инъекционных наркотиков. И о том, как изменилась ее жизнь с момента того, как она узнала свой ВИЧ-статус, попала в программы снижения вреда, помощи, поддержки и до настоящего времени. Поэтому тоже было очень интересно. И в Гомеле, и в Жлобине тестирование прошло около 200 человек. И, к счастью, не было положительных результатов. Да, я просто могу сказать, пока мы ездим по всем регионам, осталась только у нас не охвачена Гродненская область. У нас практически в каждом регионе уходит 300 тестов. Практически люди стоят в очереди и готовы еще сдавать. Но, в принципе, наша не цель, соответственно, максимум захватить ни одного положительного результата. Что не может не радовать. Это показатель, во-первых, не только того, что не может радовать. Это, опять-таки, того, что эпидемия сконцентрирована в уязвимых группах в основном. Потому что, естественно, они часто не доходят до таких акций. Но самое главное, плюс, это то, что информация разошлась по всему лицам этих городов. Люди приобретают опыт сдавания теста на ВИЧ. Ну что ж, еще один видеоматериал в тему разговора. Давайте посмотрим. 35% ВИЧ-инфицированных белорусов не знают о своем статусе. В борьбу за то, чтобы минимизировать эту цифру, год назад вступили известные в Беларуси общественные активисты, артисты и телезвезды. Недавно эстафету компании по добровольному тестированию на ВИЧ под названием «Касается даже тех, кого не касается», принял Гомель. За плечами у авторов проекта уже сотни километров. Активисты успели побывать в Бреско, Могилевской и Витебской областях. Планы на Гомельщине – это посещение областного центра и Жлобина. Здесь актив встретился с журналистами и, самое главное, с сотнями молодых людей, чтобы рассказать о значимости тестирования на ВИЧ. Кстати, как показывает практика, современное общество и, в частности, молодежь более внимательно слушает мнение медийных лиц, чем специалистов в белых халатах. Очень давно мы все говорим о ВИЧ-инфекции о СПИДе, и когда об этом говорят как раз медицинские работники, то очень часто люди это просто не воспринимают, потому что либо мы говорим непонятным языком, скучным языком, и другое дело совсем, когда говорят люди, которых хорошо знают, которых узнают, и которые могут наши вот эти серьезные, заумные, непонятные вещи перевести на обычный язык. Это те люди, в общем-то, которых услышат и на которых обратят внимание. Среди участников проекта известны артисты, теле- и радиоведущие. Среди них в том числе Светлана Боровская, Денис Дудинский и лидер группы «Джейморс» Владимир Пугач. Я постепенно пришел к пониманию того, что ВИЧ на сегодняшний день – это беда, которая может коснуться абсолютно каждого. Она напрямую не связана, ну, конечно, частично, но не напрямую и не полностью с твоим маргинальным или не маргинальным социальным статусом. И что, по сути дела, к нему можно уже сегодня относиться, как к любому тяжелому хроническому заболеванию, например, как диабет или как гепатит. В каждой области, куда приезжает актив проекта, определяется лицо компании. Так, в Гомельской области им стал телеведущий телеканала «Беларусь-4» в Гомеле Александр Говейко. Все вместе представители проекта провели с гостями акции «Викторина», поделились своими знаниями, советами и, конечно же, творчеством. Экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне – современная альтернатива анализу крови. Его результат известен через 20 минут. Выпуск таких тестов уже наладили в Беларуси. В скором времени станет возможным приобрести его и сделать самостоятельно. А пока испытать новинку предложили во время акции в Гомеле. «Безусловно, это интересно. Я очень надеюсь, что эта работа принесет не только мне удовольствие, но и пользу обществу. Первый шаг, который я сделал для себя – это экспресс-тест на ВИЧ. Неделю этот комплект находился в ящике рабочего стола. Неделю я не мог подобраться, собраться с силами и мыслями, как это сделать. Хотя все достаточно просто. Но как бы ты ни был уверен в себе, своих близких, этот шаг нужно сделать для собственной безопасности, для собственного здоровья и спокойствия своих родных и близких». Донести до людей понимание этого и, главное, вдохновить на тестирование цель, к которой все эти люди и стремятся. В этом году они также посетят Гродно, Пинск и Молодечно. Реализация проекта продолжится и в следующем году. И по прогнозам, возможно, уже через три года Беларусь получит шанс стать одной из немногих стран мира, где свой статус ВИЧ будут знать 90% населения. Жлобин – один из наиболее крупных и промышленно развитых райцентров региона. Именно этот город стал следующей точкой маршрута кампании, которую реализуют ЮНЕЙТС и ЮНИСЕФ Беларуси. Пройди тест на ВИЧ. К этому призывали в первую очередь. Возможность сделать это бесплатно и анонимно была у каждого жителя райцентра. Жлобинчанам предложили достаточно новый для Беларуси способ экспресс-тестирования по слюне. Всего 20 минут и результат готов. Можно всю жизнь думать, ну, заражен ты или нет, а так пришел, узнал, и все. Сначала ты волнуешься, что вдруг ты заразный вечно, когда ты заходишь в машину и тебе говорят, что все хорошо, тебя отпускают. Мы уже посоветовали своим друзьям, и можно наблюдать, что возле машины сейчас большое скопление людей, и они тоже проходят тест. В этот же день в Жлобине открылась фотовыставка «Мост в будущее». Она рассказывает реальную историю минчанки Татьяны Семеновой. В ситуации полной наркозависимости женщина с положительным статусом ВИЧ прошла долгий и сложный путь возвращения в нормальную социальную жизнь. Это программа «Добрый вечер, Гомели». Мы продолжаем. И все-таки, уважаемые гости, как мне кажется, несмотря на достаточно большую проделанную работу в сфере информирования, у населения, особенно у молодежи, информация о ВИЧ-спит как-то немного размыта. С чем это связано и как повлиять на эту проблему? Ну, во-первых, в первую очередь, это то, что те семена, посеянные чумой 20 века... Это вы говорите про 90-е. Да, 90-е нулевые. Но, извините, кто учит молодежь? Это родители, учителя, которые именно получали в этот момент. Так? Естественно, что бы мы ни говорили, в первую очередь, какую-то информацию ребенок, молодой человек получает из семьи. Так? И крайне сложно переломать вот этот вот стереотип. Дело в том, что это работа в долгую. Это не является вот только одной передачей, одной компанией, это не изменишь. Нам нужно работать долго и искать лучшие подходы, которые найдут непосредственно каждой целевой аудитории, каждой возрастной группе. Наверное, стоит снова сказать о центрах дружественных подростков. Потому что как раз там, помимо того, что можно пройти тест на ВИЧ, можно получить и информацию не только про ВИЧ-инфекцию. Да, Виктория? Да. Это очень важно, конечно, чтобы центры работали на профилактику. То есть, чтобы подростки и молодежь обращались в центры на тот момент, когда у них возникают вопросы. Чтобы это касалось даже тех, кого не касалось, чтобы они переходили в центр. Очень часто, когда мы говорим с молодежью, молодежь говорит, ой, меня эта проблема не касается, ой, это не про меня. В этой ситуации центры сделаны для тех, они сделаны для всех. То есть, вы можете прийти с самым базальным вопросом, что происходит в моем организме в подростковый период, и вплоть до проблемы, когда у вас уже может быть незапланированная беременность, когда у вас есть какие-то проблемы в отношениях с партнёров, и когда вы чувствуете, что у вас возникли какие-то сложности и конфликты, допустим, в общении с родителями, со сверстниками. И всё же в этом плане сами центры, сами специалисты центров должны проявлять активность, чтобы ребята знали, куда идти, могли довериться. Да, и здесь очень важна, конечно, работа центров с учреждениями образованиями. И непосредственно, как специалисты центра выходят в учреждения образования, точно так же и непосредственно подростки, у них есть образовательные классы, где проходит информирование по любым проблемам, обсуждения, дискуссии, дебаты. И очень важна, конечно, информация в интернете. То есть сейчас все подростки говорят о том, что основной источник – это их социальные сети, это информация в интернете для того, чтобы они знали. Поэтому переходить на новые современные способы и методы информирования молодёжи – это очень важно для медицинских работников. Кстати говоря, я знаю, в Беларуси пару лет назад была утверждена новая информационная стратегия по ВИЧ-СПИД. На чём она основана? Ну, она основана на нескольких вещах. Во-первых, использование самых эффективных способов, которые находят каналы коммуникации к различным возрастным категориям и социальным слоям. Второе – это чёткие, определённые стандарты информационных материалов, что можно как говорить, как лучше не говорить и так далее. Ну и третье – это планирование определённых шагов, которые должны быть сделаны. Это подготовка специалистов, подготовка журналистского пула социального, который будет писать и снимать. Я, например, считаю вас уже как бы причастными к этой социальному полу. А следующий шаг – это уже, естественно, элементы информационной стратегии для работы с уязвимыми группами. Так, чтобы можно было непосредственно добраться и до них, и, соответственно, снять какую-то определённую стигму и дискриминацию, чтобы облегчить эту ситуацию. Ну и многое другое. В том числе и интернет как отдельный сегмент. Ну, во-первых, сразу можно сказать, что у нас сейчас социальные сети – это площадка активной коммуникации. И, соответственно, в нашей компании мы уже используем все подходы для этого. У нас есть и страничка ЮНИСЕФ, и страничка ЮНЕЙТ, страничка компаний по этому. Во всех социальных сетях, и теги, и хэштеги и так далее. Да, да, да. Всё это используется по полной программе. В любой момент подросток может посмотреть институтацию необходимую и познакомиться. Да. Ну и, естественно, конечно, мы рассчитываем находить какие-то новые ходы. Потому что, естественно, нет возможности непосредственно сделать сразу всё. Есть проблемы, которые ещё остаются, очень серьёзные. Например, мы бы говорили всё-таки про молодёжь и подростков, но для меня это такая терра инкогнито – это люди более старшего возраста, а 30-ти старше. Там резервуар вот этих вот мифов, резервуар вот этих всех предрассудков. Зачастую, к сожалению, непробиваемый, да? Например, я могу сказать, когда ко мне один подходит на одну акцию, говорит, ну ведь спид после 40 уже нельзя получить, так? То есть вот полная уверенность. От того и статистика. Так вот. Такая, да? Либо, например, ещё один такой миф. Ну ведь презерватив же не защищает. Защищает непосредственно себя сам человек. Так как он это делает, это зависит от него. Понимаете? В этом плане, но Министерство здравоохранения, ЮНЕЦИ и остальные агентства признают, что пока более надёжного способа защиты, если правильно, им пользоваться, чем презерватив нет. Уже мои гости, спасибо за этот насыщенный и действительно полезный разговор. На этом не ставим точку. Продолжим беседу сразу после короткой рекламы. Ждём новый состав гостей. Телеведущую Светлану Боровскую и солистов известных белорусских групп «Да Винчи» и «Джей Морс». Оставайтесь с нами. Как и обещали, к разговору подключился новый состав гостей. С удовольствием их представим. Посол доброй воли ЮНЕЙТС в Белоруссии, телеведущая Светлана Боровская. Светлана, добрый вечер. Рады видеть. Лица компании касаются даже тех, кого не касается. Солисты группы «Да Винчи» Денис Дудинский и Екатерина Раецкая. Денис Катя, здравствуйте. Рады видеть. Добрый вечер. И посол доброй воли ЮНЕЙТС в Белоруссии, лидер группы «Джей Морс» Владимир Пугач. Владимир, добрый вечер. Привет. Добрый вечер. Проблема ВИЧ-спит. Наверное, не самая подходящая тема для теплого вечернего разговора. И все же, как мне кажется, для того, чтобы вечер был по-настоящему добрым, иногда нужно говорить и о проблемах. Светлана, как считаете? Я вообще считаю, чтобы вечер был добрым и здоровым. Нужно говорить о проблемах, потому что иначе вы, ваши дети, ваши родственники, ваши друзья, имеют возможность жить менее счастливо. Денис, Светлана, все мы вместе со зрителями «Беларусь-1» привыкли слышать от вас одну известную фразу. Доброе утро. Доброе утро, Беларусь. Скажите, после насыщенных событий в Гомеле и Жлобине силы на «Добрый вечер, Гомель» остались? Ну, конечно, во-первых, это разный формат, немного утро и вечер, да? Можно немножко расслабиться. Конечно. А во-вторых, не всегда утром можно поднимать настолько серьезные вопросы, которые мы сейчас будем обсуждать. Все-таки утро предполагает легко, ненавязчиво, музыкально и не грузить человека проблемами, когда он идет на работу. А вечер как раз-таки тот момент, когда нужно им легко и непринужденно, как, собственно говоря, мы все здесь и умеем, да, преподнести ему эту проблему. Пусть чуть-чуть она его затронет. Где-то там на задворках его восприятия. Вообще проект называется так. «Касается даже тех, кого не касается». Владимир, поделитесь впечатлениями. Мероприятие в Гомеле чем запомнилось? Ну, во-первых, могу сказать, что Гомель, раньше я думал, что только касается концертов, а кажется, нет. В принципе, больших мероприятий. В Гомеле очень активные люди, очень социально ангажированные. Потому что на моей памяти из всех наших поездок в рамках этого проекта именно в Гомеле пришло больше всего людей. Что не может не радовать. Светлана, как считаете, мероприятия в Гомеле и Жлобине, они показательны? Цель основная была достигнута? Просто, когда спрашивают чаще всего, я думаю, да и у Дениса тоже, и у публичных людей у всех. А что вот вам мало славы? Значит, что вы вот еще вот здесь, прям вы этим занимаетесь этим? Это, конечно, пиар в том числе. Но это социальный пиар. И я абсолютно убеждена, что все сидящие здесь люди. У них масса концертов, у них масса забот, мероприятий, любимая работа. Но это тот случай, когда не то, что бывает в истории, у нас есть возможность прикоснуться и попробовать вывести свою страну. Вот считайте, что это соцсоревнование. У нас есть возможность к 2020 году в странах Восточной Европы, Центральной Азии сделать первое 90. Что такое 90? 100% не бывает, да, излечимости никакой. 90% людей должны знать свой статус. Вот все эти плавкаты касаются тех, кого не касается. То есть просто вот вы кровь сдаете, анализ сдаете. Я теперь это делаю два раза в году, потому что просто потому, что я хочу быть здоровой. И никто не должен меня лечить. Ни поликлиники, ни государство, ни моя мама, ни мои близкие, ни мои друзья. Это касается только меня и моего здоровья, себя нежно к себе отношусь. Поэтому также точно я сдаю этот тест. Для вас приезд в Гомель снова связан с общественной деятельностью. Практически два года назад именно в Гомеле вы стали послом доброй воли Юнейц в Беларуси. Не так ли? Помните, как это было? Да, я получила бедительные грамоты. Здесь мы были в колонии, в женской колонии, где также находятся ВИЧ-инфицированные женщины. И это, конечно, грустная история в том смысле, что хрупкость жизни очень предсказуема. Там тоже цветет сирень, там тоже была красивая весна, но только их дома ждут дети, у них печальные глаза. И понятно, что они совершили какие-то преступления, но там и ВИЧ-инфицированные женщины были, с которыми много разговаривали. И после этого я получила эти вверительные грамоты. Это, конечно, ужасная ответственность и очень серьезная история. Вы не представляете, как я благодарна, что я могу это делать, потому что тут такая четкая цель. Я вам скажу, что сегодня на мероприятии было, наверное, 200 подростков, может быть, больше. И когда я задавала простые вопросы, нам кажется, вот говорят, информации полно. Ее, конечно, полно. А как выделить главное? На самые простые вещи они не знали ответа. И самые сегодня люди, которые мешают и тормозят, люди ВИЧ-инфицированные, которые ВИЧ-диссиденты, так они называются, которые говорят, это все придумано, СПИДа нет, это фармацевтическая компания. Потому что люди, которые в интернете засыпают, вот наберите слово СПИД в интернете, и сразу засыпается вся вот эта куча негативная. Это хроническое заболевание. Просто ты ходишь там, я не доктор, конечно, но я так полагаю, баночка пилюлек, и ты ведешь полноценную жизнь. У тебя есть семья, дети, работа. И поэтому люди, которые, вот страхи самые ужасные в нашей жизни, мы не можем их преодолеть, они есть абсолютно у каждого из нас. Но вот сегодня это была еще одна большая капля, когда, во всяком случае, 200 подростков, или 300, или 500, и сегодня благодаря вашей программе это все произойдет. И они расскажут это дома, их спросят родители, где вы были, бабушки, их однокурсники, их одноклассники. Они стояли в такую очередь, чтобы сдать тест на ВИЧ. Они что-то хохотали, рассказывали друг другу анекдоты. Но вы не представляете, как они волновались эти 20 минут. И все же вернемся к тому, что вы посол Добрая Воли. Наверняка многие коллеги и друзья спрашивали, Светлана, куда тебе еще и общественная нагрузка? Ну как куда? Я очень активный человек. Я была такой в 3 года, в 5, в 20, в 30 и даже в 40. То есть этим шагом вы никого не удивили? Никого не удивила, потому что, ну, как говорят уж, возможно, это не скромно, но как бы скромностью публичные люди, в общем, не очень отличаются. Я, во всяком случае, не встречала. Когда говорят, если Бог дал тебе талант, значит, он на тебя рассчитывает. Я, конечно, не знаю, талант ли он дал, но, во всяком случае, какие-то способности коммуникативные у меня есть, да, судя по тому, что я 25 лет работаю на телевидении. Поэтому, кто, если не мы, расскажет просто с шутками, прибаутками, если бы вы видели, какой сегодня праздник был вообще у ребят, когда Катя, Денис, Володя, когда они пели, когда они шутили. Денис вдруг, я что-то пошутила, он позвал какого-то молодого человека, а может ли это подтянуться? Я испугалась, что он, а вдруг он не сможет этот молодой человек, а он при всех девочках сейчас. И тут Денис вызвался, сам что-то стал подтягиваться, они все за ним. То есть, вот, неважно... Денис смотрит в сторону, у меня вообще ощущение, согласен ли он, видел ли он, был ли он свидетелем этой истории. Был, был, был каждый раз свидетель таких историй. Все правильно. Например, для меня на сегодняшний день самая топовая ведущая – это Светлана Боровская, самый топовый музыкант – это Владимир Пугач. Это не только для меня. Я думаю, так считает очень много людей. И слава богу, что именно эти люди приезжают. Ты что, с ума сошел? Что ты говоришь? Хорошо, Светлана не является топовой ведущей. Нет, это тоже не правильно. А ты что, с ума сошел? Важно, в какой форме подавать информацию, чтобы пришли ребята, молодые, взрослые, пожилые. Не важно, шуткой или анекдотом, или серьезными вещами, но чтобы люди услышали. Участие в таких проектах медийных лиц – это тоже важно. Это показатель, например. В первую очередь, молодежь куда пойдет за теми, кому они доверяют. Кого они видят утром, вечером и в трусах. Можно я добавлю? Да, конечно. В беседе, на мой взгляд, почему вообще медийным людям стоит этим заниматься? Ну, во-первых, это всегда вопрос к себе, хочешь ли ты этим заниматься. Если хочешь, зачем он нужен всем остальным, вообще проекту, обществу и так далее. Дело в том, что проблема ВИЧ на сегодняшний день не является топовой. Ее нет в хедлайнах, они не пишут, потому что ВИЧ был зафиксирован больше 30 лет назад. И столько вызов информационных и прочих в мире с тех пор, что они и забывают, как и положено в обществе при насыщенной информации. Но при этом, при всем, напомню, что СПИД неизлечим пока что. Но само отношение к проблеме ВИЧ эволюционировало, оно поменялось от крайне негативного и перенасыщенного стереотипами, связанными с тем, что ВИЧ – это болезнь социальных маргиналов, это болезнь людей, ведущих неправильный образ жизни. Поэтому, если ты пойдешь создавать тест на ВИЧ, значит, ты себя каким-то образом опосредованно к ним причисляешь. Вот эта стигма, она потихонечку уходит, потому что ВИЧ, в отличие от СПИДа, ВИЧ, с ВИЧ можно жить, ВИЧ можно приравнивать уже постепенно к хроническим заболеваниям, как сахарный диабет, гепатит и так далее. Денис, Екатерина, что для вас быть лицами компании касается даже тех, кого не касается? В моем случае это очень приятно и ответственно, потому что есть люди, у которых кризис доверия много-много лет. Мне кажется, я представляю и надеюсь, что помогаю аудитории другого, может быть, возраста, может быть, немножечко другого направления. То есть люди, которые, молодежь, которые сидят в Инстаграм, которые знают все в социальных сетях, которые проходят, я часто говорю, мы проходим тесты в интернете, мы узнаем наше дерево, наш цвет, наш знак зодиака. Почему вот этот тест, тест на ВИЧ не может стать еще одним шагом в сторону, ты узнаешь о своем здоровье, ты будешь двигаться, ты будешь знать, есть тренды фитнеса, давайте будут тренды здоровья. Ну, Катя, ты же знаешь, что Вивальди – это не рингтонный телефон. В принципе, к этому мы и идем. Я хочу дополнить, да, Катя относится к тому поколению, которые очень плотно сидят на блогах, на ЖЖ, в Инстаграме. И эта информация, то есть мы только начали сегодня… Изучать кнопки. Да, только начали, вот как приехал Лев Гомель, только начали работать, тут же Катерина выкладывает все это в социальные сети, в Инстаграм, все это пошло, она отвечает на вопросы. Вот она, популяризация. Более того, Катя, специалист по… Да, по пиару. По пиару, да. Более того, это делается настолько тонко, это не просто… Ребята, это касается даже тех, кого не касается. Все-таки эта информация не всегда может вот так вот дойти до человека. Творчески через себя. Она творчески. Она говорит, я вот в таком-то костюме от такого-то модельера на таком-то мероприятии. То есть сразу двух зайцев можно убить, да, и костюмом похвастаться. И люди, допустим, через вопросы о костюме или о помаде начинают задавать вопросы, а что за мероприятие, и так далее, так далее, так далее. Все. И вот это вот идет уже информирование. Для нас это сейчас важно, потому что и сама компания, она имеет и страницы в социальных сетях, и хэштеги. Именно об этом и говорят ведущие на акциях, и послы доброй воли. Отмечайте, мы хотим видеть то, что вы не только пришли, постояли с грустным лицом, может быть, недопоняли, не смогли ответить правильно на вопрос, что вы поискали ответы на вопрос, возможно, не нашли. Вы поставили этот хэштег, вы начали смотреть, где, где, где еще. Глядишь и заинтересуется, один, два, три, сотня. В конце концов, у нас была викторина, и мы задаем вопросы, даем какие-то призы. И вот я задаю вопрос. Все ли презервативы спасают от ВИЧ-инфекции, потому что стоят подростки? Никому не секрет, что сегодня яркая жизнь начинается чуть раньше, чем она начиналась у наших бабушек. И что вы думаете? Все это огромное количество молодых, прекрасных людей говорят, нет, не помогает. Как? Да стопроцентно он защитит вас от инфекции. Вот видите, огромное количество информации, но основ почему-то мы все равно не видим. Вопрос, который задавал я, был еще проще. Можно ли заразиться вирусом иммунодефицита человека укусом комара? Вы слышали ответы? Да, я знаю. За мнение разделилось, были споры? Вот эти сериотипы, как раз-таки, их нужно разрушать, потому что мы все привыкли, что информация о СПИДе, о ВИЧе подается в формате, может быть, документов, может быть, статей, которые ты не будешь до конца дочитывать. Очень важно объяснить простым языком. И каждый в своей целевой группе, в своей аудитории. Рассказать так, как будет, для того, чтобы это было понятно. То есть человек, скажем так, с ОРВИ или ОРЗ представляет большую опасность для тех, кто находится с ним рядом, нежели человек, у которого ВИЧ. Так вот, в чем программа 90-90-90, чтобы наша страна стала первой в Восточной Европе и Центральной Азии к 2020 году? Это очень реальная цифра. Показатели неплохи, хотя сейчас не будем огрусом, что Гумельская область все-таки нас огорчает. Ну, она большая достаточно. Да, да. И 91-е, чтобы люди знали о своем ВИЧ-статусе. То есть просто сдавайте тест. Все очень просто. Второе, чтобы те, которые знают, решились на получение лекарства. Бесплатное, абсолютно точную вам дадут дозировку. Там таблеточки или уж я не знаю что. И тогда настолько вирус гасится, что он безобиден вообще для каждого человека и общества в целом. Но это ли не наша цель? И не мешает полноценно жить? Никому. И ему в том числе ни с кем не мешает жить. Денис, Екатерина, ваши собственные взгляды на проблему ВИЧ поменялись как-то с тех пор, как вы стали участниками этого проекта? Начнем хотя бы с того, что этот проект заставляет задуматься. Уже одно это хорошо. И да, пока я не попал на проект, я действительно думал, вот у меня как перед глазами стоит эта картинка умирающей Фредди Меркури, лежащей в капельницах и во всем последние дни его жизни. Так, до недавнего времени я действительно так и думал, что спит это все. ВИЧ. Если это не лечить хроническое заболевание, то это все. То есть существуют стереотипы, штампы определенные. Я был полностью во всех этих стереотипах. И я даже не помню, возможно, я тогда даже думал, что через поцелуи передается. И комар это главный раз. Возможно, я так и думал, я уже не помню. То есть вы бы тоже не победили в конкурсе, которые сегодня проводили. Конечно, теперь, во-первых, пообщавшись с людьми, почитав информацию. А информация, она на поверхности. Ее не так, это не такой огромный объем, не такой большой массив, что надо вдумываться там. Нет, это пару строчек, и тебе сразу все понятно. Нет, ну, как Володя говорит, ты же не придешь домой после работы и не будешь искать информацию о ВИЧ. А сяду-ка я, да, посмотрю. Правильно, да. Есть масса со всеми. Врачи же как? Современные врачи, молодые врачи. Это касается не только ВИЧ, это касается других заболеваний. Того же рака, например, касается. Они же все говорят. Люди, пожалуйста, приходите к нам раз-два раза в год. Все это можно диагностировать на начальном этапе. И дальше вы живите себе. Выписали мы вам там таблетки и живите себе счастливо. Что же вы к нам не приходите, а уже приползаете на последнем издыхании, когда все, последнее стати, и мы, собственно говоря, не можем ничем помочь. Я впервые прошла тест по слюне на ВИЧ именно в этой компании. При всем при том, что будем считать, что я из-за прогрессивного общества, все равно, поискав в интернете, узнав номер поликлиники, куда-то нужно ехать, это сразу вызывает некоторое отторжение и как раз возможность прийти на площадь в своем городе, вот в любом городе, в котором мы были, получить бесплатно, возможно, за 20 минут пройти этот тест, вот эта близость к народу и людей, которые приезжают, и народа к возможности обследоваться и узнать предварительный результат, который, в принципе, что-то показывает. Вот это самое важное. Доступность и возможность получить лечение, помощь, либо верную информацию. Потому что неверная информация, это тоже не есть полезно. С одной стороны, все просто, но ведь в моральном плане подступиться к тому самому тесту на ВИЧ не так уж и легко, не так ли? Владимир, помните свои ощущения, когда сдавали этот тест? Конечно, помню. У меня была уверенность, что вряд ли у меня... Ты сказал, что 95%... Я могу быть носителем вируса, но вот когда я таки сдал, вот в этом году это произошло впервые со мной, 20 минут, пока я ждал результата, мне было что вспомнить о своей жизни, много о чем пожалеть. Это очень полезная терапия, даже не говоря уже о том, что ты предотвращаешь возможное инфицирование вирусом себя. Это полезно даже морально. То есть это делает тебя ответственнее к собственному здоровью. Ну и вообще, в сегодняшнем мире, вот Катя говорила про тренды спортивные, тренды, связанные с отношением бережливых к собственному здоровью. По сути, это главное, что у тебя в жизни есть. Это твой ресурс, кстати, невозобновляемый, который ты растрачиваешь. И нужно его растрачивать с умом. То есть этот шаг нужно сделать каждому. Чистишь зубы по утрам, как ты проверяешь, издаешь там ежегодную кровь на наличие каких-то инфекций. Таким же образом стоит ставать тесты на ВИЧ. В конце концов, никому не помешает. Владимир, вы как посол доброй воли ЮНИСЕФ, прекрасно понимаете, что главная целевая аудитория все же, это молодежь. Как говорить с молодежью на эти темы? Вот мы об этом уже говорили, легко, доступно. Где-то на равных, и в то же время советовать, подсказывать. Ну вот я не начинал на эту тему говорить, вот для этого и нужны люди, которые имеют некий ресурс внимания в обществе. То есть зачем мы вообще нужны? Люди, обладающие большими денежными ресурсами, могут вкладывать их в благотворительность. Мы можем вкладывать тот капитал, который есть у нас. То есть внимание людей, которые и так там следят за нашим творчеством. Мы имеем возможность людям, которые привыкли к тому, как мы говорим, о чем мы говорим, вернуть в то, что мы делаем, полезную информацию. На уже привычном языке людям, которые нам уже доверяют. Вот ради этого мы, собственно, всем этим и занимаемся. Потому что совершенно необходимо переводить на человеческий язык, с языка статистики. И объяснять людям на уровне эмоций, что такое ВИЧ, чем он грозит и как не заболеет при этом СПИДом. Для себя наверняка, участвуя во всех мероприятиях и ЮНИСЕФ, и ЮНЕЙДС, выработали определенную схему. Чему уж точно молодежь не поверит? Молодежь не поверит пресс-конференциям, честно говоря. Традиционные способы подачи информации, они не работают. Молодежь привыкла, современная молодежь, которая уже выросла в атмосфере перенасыщенности информационной, выдергивает пики информационные, яркие какие-то кластеры, которые усваивает. Длинный текст, длинный фильм, длинные музыкальные произведения слушаются первых 15 секунд. Надо это учитывать, потому что это поколение, которое вообще-то через какое-то время будет этой планетой управлять. И для того, чтобы они дожили до этого момента, желательно на их языке им объяснять. Информацию нужно доносить быстро, нужно доносить четко и достаточно несложно. Не потому что все тупые вокруг, а потому что мир устроен так, что сфокусировать внимание на какой-то проблеме, какой бы важной она ни была, долго, уже невозможно. Владимир, Денис, творчество помогает в этом диалоге? Я сейчас говорю о музыке в первую очередь. Ну, знаете, могу говорить только за себя. У меня песни пишутся о том, что меня эмоционально дестабилизирует. То есть любое событие, явление, которое не оставляет меня равнодушным, может в какой-то момент переформатироваться в песню, к примеру. А вот этот проект, в котором я участвую, касается даже тех, кого не касается, мне дал много, не в том смысле, что я достаточно много знал о ВИЧ. И до этого, потому что это не первый проект, с которым я работаю. Но, тем не менее, масштабы, которые имеет это заболевание сегодня в Беларуси, и особенно в Гомельской области, вот этих масштабов, этой проблемы я не знал. То есть я, конечно, то поколение, на период взросления которого выпало, собственно говоря, открытие этого вируса, первая фиксация, 80-е годы. Я всю свою сознательную жизнь живу с тем, что есть такая проблема в мире. Но насколько она актуальна в Беларуси, я узнал относительно недавно. И как раз потому, что не хватает информационной поддержки. Правильно он сказал, да, что чему не поверят молодые люди, пресс-конференции, сухому языку, бубнежу, какому-нибудь долгому, непонятному. Даже если это понятно, бубнеж, это все равно бубнеж. А когда выходят относительно молодые люди, спели веселую песенку. Потом порция полезной информации. Вот, чуть-чуть, раз, туда закинул что-то. В это время Катя сделала селфи. Да, да, да. Потом сфотографировались ребята, сфотографировались. Там кто-то спрашивает подруга, ой, а кто это, а что это вы фотографировались? А это тот, а что это было? А это было вот это. И как-то оно тихонечко идет вот такое. И что-то сдал, и что, и как. И что, и что, больно было? Нет, это совсем просто. А может и мне попробовать, это же несложно. То самое сарафанное радио. Все правильно. Владимир, пользуясь случаем, просто я не могу не спросить, не расспросить про концерт, который вот-вот пройдет в Гомеле. Расскажите, что ждет поклонников Джей Морс в нашем областном центре? Да, ну это, как пела Земфира, просто совпало. Что называется. У нас в прошлом году вышел альбом, после длинного перерыва «Воздух». Мы сделали три презентации в Минске, и вот сейчас мы делаем тур по Беларуси в поддержку альбома. И в Гомеле концерт пройдет 28 октября в Red Pub, это называется. Вот поэтому, пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, и гомельчан, и друзей, которые у меня здесь живут, возможно, увидят по телевизору. Приходите, будет весело. Спасибо большое, с удовольствием проведем еще один добрый вечер в компании группы Джей Морс. Потому что это тоже касается тех, даже кого не касается. Спасибо большое за этот интересный, полезный, открытый диалог. Владимир, а вас мы просим поставить музыкальную точку в нашем эфирном часе. Смотри, ты уже не различаешь цвета, Ты уже не открываешь глаза, Нуклеарные закаты в зрачках твоих Ты ненавидишь, я люблю за твоих Останавливаешься на бегу Режешь воздух в атерлинии губ По гербариям дорога домой Ты плачешь опять Они не тронут тебя Они останутся ждать Не оставляй следов На заснеженных крышах Аэропортов Тают обрыв В кисло Так незнакомо Аэропортов Смотри, ты уже не остаешься одна Тонкой линией же до полотна Бонус треком, телефонный звонок Ты плачешь опять Они не тронут тебя Они с тобой за дном Не оставляй Следов На заснеженных крышах Аэропортов Тают обрыв В кисло Так незнакомо Не оставляй Следов Следов На заснеженных крышах Аэропортов Тают обрыв В кисло Так незнакомо Не оставляй Не оставляй Не оставляй Не оставляй Следов На заснеженных крышах Аэропортов Тают обрыв В кисло Так незнакомо Так незнакомо